МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно мотогонщики тольяттинской команды Мегалада в четвертый раз завоевали звание чемпионов России. А стало это возможно благодаря основателю Мегалады Алику Гасанову, известному в прошлом автогонщику. Именно он возродил в Тольятти славные традиции спидвея. Гасанов рано ушел из жизни, но вот уже во второй раз, в день его рождения, на родном стадионе «Строитель» проходит соревнование в честь главного организатора побед тольяттинцев. На этот раз в гости к чемпионам страны приехали серебряные призеры из Башкирии. Команда «Лукойл» и гонщики «Салавата». Но не они стали главными действующими лицами на мебриале Гасанова. Хотя Михаил Старостин и Ренат Марданшин из Октябрьска составили острую конкуренцию нашим землякам. Это возрождение в какой-то степени наших традиций тольяттинских. Он вспоминает убытность КГСа, когда действительность спидвея, когда Анатолий Бондаренко и все остальные, чемпионы мира. И будем говорить, вот когда появился Алик Гасанов, в честь которого сегодня происходит третий, будем говорить, гонки. Конечно, это великолепно. И даже деды, которые раньше, будем говорить, со слезами смотрели, как их стадион умирает. Он возродил былую славу нашего тольяттинского спидвея. Любимик тольяттинских поклонников спидвея 22-летний мастер спорта Роман Поважный доказал в решающем, последнем заезде соревнований, что на сегодняшний день является лидером Мегалады. Уже на старте он красиво обошел своего товарища по золотой команде и более именитого соперника. Мастера спорта международного класса Олега Кургускина, серебряного призера недавнего чемпионата Европы. Преимущество Поважного было очевидным. В Тольятти появился гонщик высочайшего класса. Третье место занял также тольяттинец Сергей Ерошин. Ну, как и все, мечтаю стать чемпионом мира. Но пока даже мой уровень, я еще не вышел на такой уровень на чемпионат мира. Ленинерский возраст у меня закончился, самый лучший результат четвертым я стал в мире. Долго я добирался до финала, два года подряд мог попасть, но не доходил. Это всякий технический, и то, что молодой был еще. Ну, а затем Оксана Гасанова, вдова организатора Мегалады, вручила Роману Поважному ключи от новенькой вазовской десятки. И победитель Мемориала доказал, что умеет водить машину не менее классно, чем мотоцикл. Можно ли ожидать, что сегодняшний победитель гонки, сегодняшних соревнований станет действительно чемпионом мира? Я думаю, что он может при определенных обстоятельствах, при упорном труде стать им. Тем более, что специалисты, которые видели его в деле, они говорят, что из этого парня толк выйдет. Роман Поважный один из фаворитов нашей команды. Он участвовал единственной из российских гонщиков, который вообще вышел в челлендж. Это гонка перед Гран-Премьера. Так что он считается одним из сильнейших российских гонщиков. По традиции спидвей в Тольятти заканчивается фееверком. Во славу будущих побед модогонщиков из Мегалады. Что и говорить, заслужили. А теперь о более приятном событии, которое произошло в минувший понедельник. Президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов отметил почетным дипломом творческую группу нашей программы за цикл олимпийских репортажей из Нагана. А вручил вот этот красивый диплом председатель областного спорткомитета Владимир Заворин аккурат прямо к юбилейному, сотому выпуску спортклуба. Так что число наград у нашей программы растет.